тут мы чуть-чуть подразобрали а будем править вот это как это было как это произошло не нам неведомо но измятие оно довольно таки неприятное потому что залом довольно таки глубокий на слух что края двери откинул зазор увеличился просто там двери внутренний каркас довольно таки мощный и он нам постарается воспрепятствовать вытянуть эту дверь сначала зачистили область измятины а теперь поменяем насадочку шлифовальную и вычистим дно этой вмятины и сам залом зачищаем все это для до чистого металла для того чтобы можно было воспользоваться спотером от качества зачистки будет зависит дальнейшем качество сорных петель который мы будем и тянуть вот как это примерно и выглядит здесь мы приварили петли через которую пропускаем стержень через него цепляя крючки мы будем воздействовать на метин то есть мы потянем потянем данном случае рычагом изначально выставляем или вытягиваем ребра жесткости плоской же сама станет здесь у меня почему-то не отобразилась но первым этапом я тянул инструментом называемой скамейкой инструментом по себе не сложный изготовление и представляет из себя два упорных стойки которые соединяются между собой горизонтальные поперечины и по этой поперечине ходят планках которая может фиксироваться в разных местах и за эту планку как раз то и цепляет вот эти данные крючки имеет эта планка также винт который мы накручивая создаем тягу на эти крючки ну это то что было а сейчас у нас есть специальный рычаг на который кстати тоже вот мы цепляем эти крючки дальним концом мы упираемся в порог примеру и посредством мускульной силы через этот рычаг начинаем натягивать или вытягивать вмятину которую мы хотели бы исправить как мы уже здесь определили залом довольно таки резкий и на вас препятствует еще торцы этих дверей поэтому нам приходится несколько раз перетягивать переваривать эти петли ну а если уж удастся вытянуть то и зазор на дверях встанут на свои места и теперь нам остается выровень плоскости для этого мы используем инструмент так называемые пулером для чего мы тут используем пулер а не скажем обратный молоток как мы видели залом здесь был знатный обратный молоток мы используем ударную часть поэтому не всегда сварка может выдержать и вполне возможно отлетит ну а если даже удастся вытянуть то вокруг бывшего углубления при выправке образуются бугры которые опять необходимо пробивать вот и морком скажем пулер же благодаря своей опорной поверхности не позволяет подниматься металлу вокруг янт когда мы ее тянем сварную точку мы здесь не убиваем оттянем поэтому соединение более крепкая и практически включается образование дырчик на месте сварки опорные поверхности можно использовать разных диаметры в данном случае мы используем маленькую потому что был залом резкий ну а на более пологих вмятинах можно использовать не то что можно нужно использовать опору большего диаметра на варке который мы видим следы использования споттера дальнейшем легко очищается и поверхность получается гладкой масса тоже желательно держать поближе зоне сварки и уж точно на той же детали плоскость вправки можно контролировать металлической линейкой просто прикладываем и смотрим на просвет есть там дозор и металлическая линейка плавает на какой-то выпуклевшей то необходимо ее забить да кстати перед шпаклеванием необходимо очищенную поверхность расшлифовать чтобы шпаклевку на держалась за что-то я всегда на первом слое использую шпаклевка со стеклонаполнителем это конечно не спасает но усадки значительно меньше данная шпакля имеет очень мелко нарезанный наполнитель да еще и он поэтому шпаклевается как обыкновенная шпаклевка обычно при шлифовке данной шпаклевки используется на сдачке на 80 на сдачка довольно таки грубая поэтому естественно и обработка не представляет себя таких-то трудностей если вы выбрали повреждение правильно то есть поклевка уходит минимум и можно укрыть за один слой так как все же это предварительный первый слой ты править мы его будем не будем церемониться для этого я использую плоскошлифовальную машинку который нам позволит ускорить это дело но естественно лучше использовать пылесос так как предварительная машинка большая то естественно пыли очень много первый слой я наношу эпоксидный грунт в разуме банки слой получается тонкий но нам этого достаточно достаточно для чего для того чтобы дальнейшем у нас вокруг гранишных поклевки не образовались ореолы затем мы наносим еще сверхакриловый грунт ну вот мы открасили лак блестит ну как видим без пыли нам никак пыли это не раковины их можно сполировать что мы и сделаем осталось все забрать и установить автомобиль